Так, там на кухне заканчивайте все пока, законсервируйте работу, чтобы могли быть здесь, потому что возвращаться к этой теме уже не будем. Вот у нас есть книга, называется «Полная исповедь» про тренерей Василия Михайловича. Ну, тут передать вам написано по благословению, что Санкт-Петербург, это 1889 году, просто оттуда взята. И с поднаменкой книжечка совсем. Сколько, я говорил в прошлый раз, вот это прочитайте, потом разберите. Занятие шли по этой книжечке? Нет. Нет. Говорил, и сейчас еще говорю. И заранее скажу, не будете вести занятия. А вот из этого мы можем увидеть, что есть Бог и есть Сатана. Я сегодня слушал в насчитке, там много насчитывает. Ода, Державина, Гавриила Романовича, Бог. Ты вообще... Ну, с кадрами там все это, как сегодня делают, монтируют. Можешь включить. Так, Бог буквами написано. Там много, даже женщина считает, я всех не слушал, но его считал. Мурат Болгер, талант. Он написал, вода, Бог. Кто Бог? Кто его видно? И в кадры идут, горшины, звезды, Бог. Так, и раз, два года Бог. Один из декабристов Фихельбеков писал. До полноте, до пониал, понимал ли Гавриил Романович, что он написал. Он написал, рука водила, а может быть до глубины это все решение не дошло. Согласно писанию. Я как-то ехал в поезде, ну, в поезде, мне нравится электричка, все, открыто весь вагон. И я сижу беседую с людьми. Я говорю, вы не понимаете, почему это? Потому что дьявол запечатал, я себе косил его, говорю, затмил в глаза. Писание говорит, да ну, дьявол какой-то, 20-й век, я говорю, я вам его покажу сейчас. Кого дьявола? Конечно. Но действующие не человека. А как? Смотрите внимательно. Сейчас, смотрите, туда и сюда, весь вагон, и нигде ничего нет. Тишина полная. Разговаривают, уткнулись, кто-то дремлет. Теперь я буду говорить сейчас. Смотрите, сатана вылезет. Я не знаю, где он, но он вылезет. Я встал и говорю, вы, там, назван граждане и пассажиры, хотите послушать народные ненепские сказки? Очень полезные. Давай, все равно время идет. Я стал считать, так, посчитал, как дети не помогали матери, и она поносилась в кукушку, а они за ней бежали. И где они ноги кололи, и там крюква растет красная. Знаете, как это? Ну, хорошая сказка. Еще я говорю, еврейские сказки. Ну, давай, еврейские. О, сразу зашептались. Может, армянское радио еще будет. Нет, это это еврейские. И сказал Господь. Притча на горной проповеди. Я маленько прочитал, мужчина. Ну, заткнись там, что ты придумал тут, а то советская власть еще была. Агитация занимается. Я говорю, смотрите внимательно теперь. Я продолжаю дальше читать. Он весь задергался, мужик. Да что это такое? Это агитация прямая, религиозный шантаж тут начал говорить. Я говорю, я хотел показать, где сатана сидит. Он вот с рогами, с копытами, с хвостом. Вас почему они несколько сказки не трогали, а в которые люди верят, жизнь отдают, которые считают сказками о смерти Христа. Наивысшая любовь. О чем можно больше сказать? И вы так буйно себя велете. Он не слышит ничего. Другой случай. Мы сидим, вот, в Устиново живут, а отец у них был исповедник. Всю войну прошел на передовой с Рокоссовским Константином Константиновичем, начальник радиостанции. Там, говорят, мины, говорят, как картошку сажают. Их его не один, а столок не тронул. Вернулся. Потом его, он когда стал говорить, там о Мастонах, то другое, его судили, приговорили к расстрелу. И он ни под каким видом не хотел писать помилу. Зачем? Я хочу быть расстрелянным. Я рад и благодарю судей всех. Там, Гаркулов даже как-то участвовал. Это заместитель беды. Ну, Господь дал ему жизнь. Мы однажды едем так, и сидит рядом его дочка Нюра. Я за Ваней. Беседуем. Мужчина проходит. А, Лиля рядом сидел. Что вы тут занимаетесь? Пудрите мозги молодой девушке, то другое. А у самого в руках сумочка. Не сумочка, это сетка. Там мандарины, кажется, где-то. Ну, он подходит меня за бороду. Того-то уже за бороду его попил. А, Лиля смотрит. В это время встает один мужчина, подошел. Кто он такой? Внимание. Видимо, сотрудник АГБ. Вы что тут издеваетесь? Я? Да я? Нет. Так, пройдемте со мной. В это время у него сетка на один конец. И мандарины к нам подойди. И он за мандаринами створился. И под нами ползает. А ты нарочно не придумаешь. Все. И все. И сгинуло, как будто никогда не было. Вот это вот исповедь. Как себя вести. Как со старшими вести себя. С родителями. Исповедь в грехах, которых повинны все. Может быть, какой-нибудь избранник. Прохор, там, будущий Сиропин-Садовский. Вот такая книга. Ща книга? Угу. Сколько здесь хорошего. Сколько люди старались написать. Про муравей, про пчел. Про пчел здесь написано. Мало того, что муравей, да разные пауки. Я любитель этого дела. Посмотрел книгу очень хорошую. Посмотрите. Не видите. Вот она, посмотрю. Вот она. Это онучает нравственности, чтобы жить в семейственности. Все. Это книги, которые свободно можно покупать. Вот эта в садкованной лавке. А эта она уже, ну, в прошлом, говорится, столетие выше. Ну, книга очень хорошая. И у него есть опыт. Вот. И поэтому меня попросили сегодня, чтобы дали слово. Поговорим. Пожалуйста. Благодарю. Я хочу обратиться к нашей молодежи. Мы, да, хотим обратиться. Полторы недели я здесь живу и наблюдаю, как вы общаетесь. Общаетесь не только между собой, но и как со взрослыми вы общаетесь. Поэтому я вас призываю с уважением относиться в первую очередь к нам. И, конечно же, к себе. Такую дерзость я наблюдаю здесь. У меня порой я возмущаюсь. Как вы можете подерзить взрослым? Я понимаю, что вы еще между собой как-то пытаетесь найти общий язык. Но взрослым, я вас прошу, не дерзите. Если мы вас спрашиваем, отвечайте. Не корчем мордочки. Мы все-таки взрослые. И у вас должно быть уважение к нам. А у нас, получается, здесь как мы подружки, друзья. Можем подойти по плечу, шлепнуть друг к другу. Почему-то я не могу себе позволить в свои 32 года подойти к Игнатию Тихоновичу. Я к нему подхожу, мне дрожат колени. Я дышу через раз. Я подхожу к педагогу своих детей, к Владимиру Юрьевичу. Пускай глаза я лишний раз боюсь к нему подойти. Я с уважением отношусь к Владимиру, у которого у нас чуть-чуть небольшая разница. Вы же между собой можете так пообщаться. И с нами тоже можете очень общаться, как с подружками. Ребята, давайте все-таки будем уважать друг друга. И ценить. Причем дерзость выявляется не только... Дерзость выявляется не только в словах, а иногда и в поступках. Когда или... Ну вот мы делаем, бывает, замечание человеку, мы имеем в виду вас, деток. То получается так, что своим поступком, когда вы отворачиваете, сделаете вид, что вы не услышали. Или все равно делаете так, как вы это хотели сделать. То это тоже является дерзость. То есть не так, как вас попросили. У вас неуважение получается. Потому что мы вас не наказываем, потому что мы не имеем вот этого права. Мы очень часто, бывает, закрываем глаза, не выносим на общее обозрение вашей поступки. Но это уже просто зашкаливает. То есть все хуже, хуже и хуже. Можете позволить себе вот просто развернуться и уйти, я не услышал. И три раза надо сказать, повторить, имя назвать, чтобы ты повернулся и сделать так, как вас просят. То же самое касается посуды. Так, закрой там, не считай сейчас. Слушай внимательно. Вот это тоже дерзость, я считаю. Мы к вам обращаем. Это надо считать, говорит по делу. Касается, куда-то другого, другого времени, Евангелие не откроют. Это опять же неуважение. Как заблокировано. Что-то начинает копаться, где-то что-то искать. Говорят, дело. У нас в лагере было такое. Однажды. В туалете мы видели кусающие хлеба. Ясно дело, что это никуда не годится. Мы сразу стали расследовать, кто это мог сделать. За столом едят, выходят. Ничего нет у них, ни у кого. Дежурный напротив каждого стола дежурный. Никто, кто это сделал, никто не говорит. Я тогда сказал, сегодня ничего не делаем, идите в степь, в ту сторону, и там рассуждайте, ищите. Вернулись, там через час. Ничего нет, никто не сознается. Весь лагерь. А в лагере было не два, не три, но самое малое, 70 человек. А так около 108 человек. Я тогда посылаю, идите туда, где у нас купаются, там скамейки, сидите, там разговаривайте. А работать не будем, пока не обнаружим. Я не занимаюсь. Вы сами понимаете, что такое хлеб? Я пошел в деревню, тут подполковник милиции у нас был, к сыну приехал. А он был участник, когда поднимали целину. И он стал рассказывать, как тяжело это давалось, поднимать целину, где они спали. Все эти насекомые, ни избы, ничего не было. Степь. Что такое хлеб? Я стал говорить примеры из мировой практики. Каждый день умирает от голода и недоедания до 70 тысяч человек. А ты хлеб бросил, который просим. 70 тысяч. Которые в туалет бы слезли, достали этот кусочек, обмыли и съели. Не сознается. Я тогда отсылаю в деревню, вот сюда вот. На все четыре стороны. Тогда нет, никак не сознаются. Тогда я начал сам расследовать. Садимся за стол, руки на стол. Если не будет найден, кто это делал, а у нас в это время пирожки пекли, зернышки, семечки, прокрученные с медом, там не выслежешь какая-то, ни один ресторан не может дать. Молчат. Я прошел так, посмотрел. Я отознал в сторону одну девочку. Отвел ее в сторону и говорю, ты знаешь, кто это сделал? Она говорит, нет. Это сделал твой братик Алеша. А ему может быть лет семь, девять. Ты поговори с ним, чтобы он вышел так. Никто не знает, о чем я с ней разговаривал. И она его дернула, отошла и стала ему говорить, у нее нет, никак. Я тогда вышел и стал говорить. Кто смотрел фильм Иуда Бен Гур, смотрели, когда Пилат разговаривает с Иудой. Я с тобой разговариваю сейчас как друг отца. Но я зайду по ступеням, сейчас сяду в кресло, я буду говорить как рука Рима. Я сотру тебя, порошок. Я ему говорю перед собранием, перед этим. Люди-то стоят много, взвалили три ряда даже. Я еще говорю сейчас, я понимаю, если три раза хлопну, не выйдешь, значит тогда будешь наказан. Наказан очень серьезно. Так, все рассказал. Выходи. Стоит, глазом не моргнет. Я уже на него глаз положил. Я снова рассказываю о хлебе, о важности его. Стоит. Когда третий раз я хлопнул по тоше, поворота назад уже нет. Алеша, выходи. Он вышел, зачем ты это сделал? А я не делал. Как ты мог вынести хлеб, когда дежурная? А я под свитер его положил. Он не брал, а под свитер положил. Зачем ты это сделал? Дальше допрос был. В это время пирожки, вот такие баки у нас, вот эти вот, только в два раза, наверное, больше. Красные такие, я не знаю, как назвать там, как ванны. Ну, людей там много, и пирожки там, там три-четыре поварить и стряпали. Все пирожки, все отдаем деревне. Сейчас же разнести. Мы не достойны этого. Хлеб убирается со стола, больше хлеба не будет. А на сколько, я посмотрю. Все без хлеба. Меня учить не надо, я начальник лагеря. Как вы могли все просмотреть? Хлеб бросит в туалет. Вы бы знали, тут какое переживание было. На пирожки-то все настроились. Губы-то раскатали уже на три дня вперед. Ничего нет, они на плечи, такой огромный таз этот, и пошли тут. Этим занесли, этим, этим, вернулись с пустыми тазами. Все. Пирожкам, говорит, кранты. Капец. Сейчас, говорят, вы чувствуете, о ком говорят? За собой это чувствуют? Выход один. Сейчас встань сам и скажи, да, это я отмечал грубо. Да, я презирал старше. Да, я вел себя хамски. Помолитесь обо мне. Вот выход один, вот о чем говорит как раз здесь исповедь. Спокойно сидите, книжечки смотрите, игрушки глядите. Это ваша жизнь. Другой жизни не будет. Ты привык здесь хамить. Ну, это, ты не думаешь, что ты по-другому. Зло выборочное не бывает. Оно если идет, оно идет целиком. Ни один говорит, ты же ругаешься, матерись. А как же с детьми-то? А я не матерюсь дома. Значит, параша закрыта. Завинтил. Но ты дома. Я разговариваю, она библиотекарь. Я говорю, ваш муж верующий. Да нет, не верующий. А материться? Нет. Я говорю, да мужчины все матерятся. Нет, он не матерится. А сколько лет живете? Ну, у моей девочки 16 лет, значит, 17 лет мы живем вместе. А он в это время заходит. Анекдоты травят. То есть, ну, и хорошее это. Ну, да. А бывает, что вы рассказывали такое, да, притом про знакомых. Ну, да, она Гоша. Я говорю, вы сколько жили? 17 лет. Я 17 минут еще не разговаривал. Ваш Гошин разворачивается, как дрянная кожа разворачивается уже. Ваш Гошин. Так? Он стоит. Да Гошин, как же так? Да я сказал, не ругаюсь. Да я не ругаюсь. Ну, вот так вот. Друзья, товарищи, я не хочу каким-то выглядеть таким, как белые вороны говорят. Вот так. Кто знает за собой это? Кто отвечает? Мне ни один не отвечает. Вы знаете, я умею давать сдачи. На меня нападали власти. Это не просто там, как газеты, телевидение, фильм поставили. Мне говорят, ну, вот вас ударили. Вы как? Я говорю, я на каждую серию ударов отвечаю всегда. Потому что за мной стоит лагерь. Деревня. Это как бы мне он подошел и плюнул там. Тогда один вопрос, другое дело, они подрывают мою деловую репутацию. Я иду к начальствующим, к директорам, к мэру города, к губернатору края. А они газеты считают, так ты вот такой нет. Я подаю в суд на них, пока они не покаяются. Выиграю в суд. Они тогда публикуют в газетах. По телевидению показывают, что было допущено неправда. Теперь их подуждают в суд заплатить мне. Я наношу серию ударов. У них все трясется. Мне кровавая прокуратура говорила, это ГТРК, радио, их не возьмешь. Я говорю, попробовать можно. И мы с ними разговариваем. В карманах кулаки надо сжать. Вызывающие себя ведут дерзко. Сейчас спутят, мерзят. То есть не слушаешь, пустоглазая, совершенно душа может быть. Один считает, сидит, а другая что-то и закроет. Не такой уж ты и писать. Говорю, что сейчас говорил, а там все мимо прошло. Все, она там где-то есть. То есть совершенно отчужденно. Тебе, такому человеку, не наполнившему душу, добру, за любым дурным пойти. С любым наркоманом будете, будешь не дружить. А потом будете ахать, охать, локти кусать. Попросили меня с вами побеседовать. Тут смысл понятен. Еще Галина Александровна, господи, скажет. Позови ее. Не я беседую с вами. Беседую те, которые кормят нас, заботятся, готовят, жарятся у печки. И для меня, конечно, печально это, что вы так ведете себя. Я понимаю, откуда идти идут. Мне благополучие в семье, когда пьяный отец ложится спать, приводит товарищей пьяных, а здесь в комнате девочки. И комната вообще все открыта, весь дом открытый. Мы только можем ужасаться, что там может быть. И, конечно, человек там живет, он у него оширшенный такой, обороняется. И это переносит сюда. Здесь этого нет. С тобой никто куда не поступит. Там, может быть, и объяснимо. Дети учат уроки. Пьяного принесли. Он за стол кладет в своей ящике. Оставайтесь спать. И здесь же маленькие девочки находятся. И вот сегодня надо лишать отцовства. Где она? Что она была? Говорят, не один врач не определить теперь. Кого найдешь? Отца Глеба Грозовского судят. 14 лет намотали ему. Начальник лагеря. Священник. 14 лет! Это не дней. И не доказано ничего еще. Через два года подали в суд. Там в лагере что-то где-то. Он что-то якобы... Лагерь в Греции был. А в это время на какие-нибудь указы от него вообще в Греции не было. Но это другой вопрос. Я слежу за этим делом. Так, кто хотел бы... Так, скажи свое. О грубости. О том, как отвечают. Не слышат, когда говоришь слово свое. Скажи детям. Ну, вот я слышала, о чем говорили сестры. Я все это тоже сама наблюдала. Вот сейчас Игнатий Тихонович сказал о том, что ненормальная обстановка и ребенок может ошибшиться. Я это на себе испытала, дети. Я тоже жила в ненормальной обстановке. Не в такой, конечно, о которой говорил Игнатий Тихонович. Например, вы помните, Игнатий Тихонович, как тоже приходили там, за выпивкой приходили. Меня никто не трогал. Но, тем не менее, я относилась к ним вот так вот уже. Все, я ежик такой. Я их не уважаю. Я их не знаю, но я их не уважаю. Я их видеть не хочу, разговаривать с ними не хочу. Поскольку у меня уже броня. Это алкоголики и граждане, алкоголики, хулиганы и тунеядцы. Но я выхожу на улицу, там совсем другой контингент. Я прихожу, например, к своим друзьям. Я с ними так не обращаюсь. Это другое общество. Я понимаю, это не алкоголики. Это нормальные дети, такие же, как и я. И я на них не зверела при этом. Поэтому я понимаю, что есть у вас какой-то иммунитет на то, что, например, вас обижают или еще что-то. Но если здесь вас обижают, у нас же это все решается. Вы можете любой подойти к воспитателю, к Владимиру Александровичу, к Игнатию Тихоновичу подойти, если к кухонным работникам можете совершенно не подходить. Вот два человека, которым вы можете подойти и сказать, меня здесь обижают, мне здесь тяжело, меня унижают, со мной не дружат, со мной там не разговаривают или мне грубят. Меня как-то вот... Ну, не так относятся, как к остальным членам нашего общества. Вы это можете подойти и сказать. И мы с вами решим этот вопрос, и все у нас будет мирно. Но так поступать со взрослыми, с детьми, с ровесниками, это не по-христиански прежде всего. Подумайте об этом, потому что нам всем умирать рано или поздно. Мы не знаем во сколько. Кто-то переживет Игнатия Тихоновича, а кто-то и не переживет. И дальше как ты пойдешь с такой совестью к Богу? Как? Подумайте об этом. Это один момент, один шаг. Вспомните историю нашего мальчика, односельчанина Иосифа. Один момент. Разве он мог подумать, что сегодняшний день, 30 октября, он умрет? Вот мурашки аж по голове. Не мог ни он, ни родители, никто не мог этого предвидеть. Один Бог знал, что это последний день, последний вздох. Так и мы. Можем выйти и уже не зайти в эти стены. 15 лет. 15 лет ему было. У нас кому сейчас 15? Ливии. Ливии 16. В Руси почти 15. Но остальные поменьше. На похороны приехали с Корченом, он там учился. Сам ездил. Не надо говорить, как поедать на транспорта. То есть учителя были и плакали сидели. Он хороший был для них там. Среди них выделялся. Можно сходить на кладбище, помолиться. 15 лет. И жизнь никогда не возвратится. Я вот находился в камере. Меня сажали за Слово Божие, что мы молились. Я распространял Слово Божие. Многое что было. Ну новый человек заходит в камеру, а там человек 50. Ну это заключенный, это преступник. Чтобы совсем ничего и взяли. Я скажу, мне даже не встретился ни один. Может там и были какие-то такие. Он заходит, мне кажется, мать-то или мать. Ему сразу другие подходят. Мужик, помело прикуси. Ты язык помело. А что? Видишь, батюшка молится. Ему больше не надо один раз. Он не может быть. Он его никогда не слышал. А если он не будет? За руки, за руки, за руки, за головой в порошок. Его утопят. Там разговаривать никак не будут. С тобой не будут разговаривать? Мне дали буквально две шпонки, чтобы дышать легко было. И все. А один напротив был, его согнали. И он что-то мне... Я даже, может, и не раз слышал где-то. Его растянули. Грязной половой тряпкой рот заткнули. Сапог в руки. Начали его охаживать. А дальше начали его теребить. Он в матрас кое-что наворовал, терялся. Ну и все. Он как заорал. Бля, тряпку-то выполнил. Отец, Игнать, его убивают. Помогите. Все отступили. Говорят, на ноги хитрый какой. А ты же ему угрожал только что. Я говорю о том, что он переживал. И грубо отвечать. Один грубо так отвечал. Я говорю, я вам повод давал такой, со мной так разговаривать. Ну что я сделал? Не так против вас. Я принесу покаяние. Почему вы так грубо стали отвечать? Он не знает. И он прещущий, он больше оттаяния раскрывал даже. Кто вам дал право со старшими так разговаривать? Вы из дома это вынесли. Здесь вы этому не могли научиться. Мы на нормальное отношение со всеми взрослыми. Стыдно вы выйти перед всеми. Сейчас на кухню они пойдут. Зайди. Попроси прощения. С кем разговаривают? А нет, значит мы обязаны принять меры какие-то. Я нахожу объяснение этому. Крайне неблагоприятная обстановка дома. О чем я говорил. Пьянь. Никого больше нет. Они дети. Пинчу какие-то ночуют. Дверь вообще не запирается в это время. Любой заходи. И дети тут, и комната. Все комната одна. А ты даже говоришь ужасно. Мы жили здесь. Вот наш дом был. Где вот второй рядом здесь. И чтобы посторонний к нам зашел. Никогда у нас все заперто. Ребятишек много. Кто хочет что-то сказать? Кто из-за собой ничего не чувствуете? Когда человек глубит и как хамит. Это значит зашел далеко. Вот человек когда ходит все время в обуви. И пойдет он и он все равно. Там колет, колет. А когда не колет, он ходит все время если босиком. Подошел делать это твердое, как подкова. Раньше были эти люди. Даже подковывали как-то самую ногу. Даже трудно поверить. Но в горах и босиком, и босиком. Так и душа. Человек чувствует тихое веяние ветра. А другому, говорит, плюют глазам. Говорит, божья носа. В этом нет ни унижения, никакого унижения с твоей стороны. Ко мне подходит один здесь работник. Второй, третий. Все жалуются. Куда же это годится-то? Я это был в горах и с Владимиром Махом. Сейчас одно движение и человека здесь не будет. Но мы теряем его. Я понимаю это. Другой вариант. У меня есть средство, которое заставит тебя говорить хорошо. А я ничего не предпринимаю. Лагеря нет. Я сам прихожу, пообедал, ухожу. Рот закроет. Вот. Понятно? Вот с этим Алешей. Выйди. Третий раз хлопну в ладоши. Возврата не будет. А Алеша не сказал. Пришлось его вытаскивать. Что так сказать хочешь? Да. Я виновата. Погромче. Говорю, виновата. Вчера было плохое настроение. Несколько раз грубо ответила старше. Ты за собой это осознаешь. Понимаешь? Ты мне очень дорога. Я с тобой даже ни разу на эту тему ты и не говорил никогда. Я просто ухожу в молитву и молюсь. Если Бог дает на этот день слезы, я буду в слезах утопать. Это твоя жизнь. Она только начинается. Ты оставишься одна. Мать сегодня после обеда может умрет и уже не будет. Вот. И какая ваша наша жизнь-то будет? Если такое дома-то. Но наши двери и в общину, и в мой дом всегда для вас открыты. Понятно? И люди, которые наши, они вас знают. Там баночка стоит. Сбор пожертвований. Вы знаешь и продуктами, и деньгами. То есть вы члены общины. Ты тут и родилась в общине. Тут и крестилась. Мне очень много нравится в тебе. И память у тебя и рассказываешь хорошо. А вот это, это, как говорят, ни в какие ворота не лезет. Надо пинками загонять. Вы подробности свои там разберете где-то. Это не надо. Это наша жизнь. Есть такая поговорка, что посеешь, что и пожнешь. Это ты ей сказала, грубо. Тебе другой будет. Он даже не знает этого еще, про твои поступки-то. А он будет, ну, мстичь. Ян Братаус говорит, вот ты женился, взял ее по любви. Идешь домой, там, купил, может, цветы и что-то. Ну, сейчас-таки она твоя, Людка, выскочит, просят, обнимет. А она тебя, как тигрица в дверях встречает. За пустяки. За что? А ты вспомни, говорит, в юности своей ты не поступал из какой-то так же. И она теперь, как скальпель, в руке Божьей режет тебя, чтобы тебя привести в чувство покаяния. Ты понимаешь, что я говорю? Да. То есть, это оттуда идет. Оттуда. Я расскажу маленький рассказик, и вы запомните. Мы арестовали предварительное заключение КПЗ. И один говорит, ну, я взял, а что я сделал? Говорят, своровал там шесть вся вещь. А я, говорит, там даже и не был. Тут, говорит, надо же такое. А мне сказали, я с прокурорской дочкой был, обманул, бросил ее. И прокурор меня, говорит, зашил, открывал сюда. Один говорит, а ты что, ребята, меня взяли за убийство. Я вообще ничего не знаю. Никого я не убивал. Но один из них думал, и потом, говорит, знаете, еще ночь переночевали там их, в тюремном пайпунку малейка потравили вам. И говорит, знаете, а меня за дело взяли. А почему? Да когда-то там, когда мне было лет 15 еще, а теперь им по 20 лет, я с соседом рассорил, со мной вещь отпас. Я ночью там подошел, взял, заборим, отодвел. Овечки вышиты, и волк шесть овечек задрал. А сейчас на меня шесть овечек лешают. Я виновен, я так и скажу. Это и премсили. Понимаешь? Вот он. А другой говорит, да если так судить, так и я виновен. Я прокурорскую дочку даже не знаю, говорит, но с одной девушкой дружил, обещал жениться. Ну и вот натворил делов, говорит, одна осталась с ребенком теперь, а теперь я тоже виновен. Один говорит, а я пас когда-то, далеко там было, где-то отошел. И в это время шел человек, а я овечек пас. А вот когда вы такие? Ну и что он, говорит, руками махал, я еще, я когда, говорит, добежал оттуда, они его, говорит, просто расперзали. Я не стал даже отбивать, чтобы совсем, фактически-то я убил его, мои овцы. Еще можно было с моей собаки, и все оказались виновны. Нам нужно смотреть вглубь своей жизни, а не оттуда ли это все идет, что со мной так поступает. А может, Господь просто испытывает, там ничего нету, и за это поблагодари Бога. Вот так. Это опыт, это опыт мировой истории. Писание об этом говорит. Библия говорит, сеющий ветер пожмет бурю. Как это важно все знать. Вот он маленький вчера, знаете, как они боролись, и такая шустрая, просто кидала ли, победила. Понимаете-ка. Кто-то скажет, ой, что они попало делать, еще дети хотели. Вы хотели побороться? Да. Ну все хотели, ничего тут не было, смеялись. Ну некоторые придираются ко мне, а у вас вот там на Вовке рубаху порвали. Она была уже на исходе. Человек, когда умирает, глазами воет, а на зальце счастует. Счастует, то есть последний час. Так Надежда Васильевна, передай, и она тебя сошьет опять. Так что разберитесь сами. Тут всех касается, ребят. Тут не только... Кто хочет еще что-то сказать. Тут просят просто. Ну, касается абсолютно всех. Абсолютно. Я подошел, потому что плохо слышу, чтобы, ну и что... Я еще хочу сказать, Фрось, ты не забудь, пожалуйста. Может быть, у тебя есть такое ощущение, но ты об этом не говоришь. Ну, что там, вот все дети сейчас практически с мамами там, да, со своими. И что, возможно, мы к своим детям хорошо относимся, а к тебе плохо. И, может быть, поэтому мы нарываемся на твою грубость. Но я от тебя хочу вот искренне, от всего сердца сказать, что я на тебя больше обращаюсь сейчас внимания, чем на Полину. Потому что я хочу тебе подарить свою любовь, свое отношение к тебе. Я очень для этого стараюсь. Если бы ты мне была безразлична, я бы не делала тебе ни одного замечания, ни одного. Мне было бы просто плевать. Где ты такой, живи как хочешь. Я теперь уеду завтра или послезавтра, и все. И мне все равно на себя. Нету тут такого, понимаешь? Ты не думаешь, что мы к тебе плохо относимся, как-то предвзятые. И точно так же тетя Галя, и тетя Оля. Мы так же в самом месте разговаривали и об этом не думали. Может быть, у тебя как-то ты этого обозвольна. Мы для девочек администрации. Прошу тебя, ты тоже, но не груби, и слушай, когда мы тебе что-то говорили, ладно? Ты должен сказать, что-то делать? Конечно. Все ты должен сделать. Почему? Потому что мы живем на подножном корму. И та же дети эксплуатируют их. А как? Картошка где? Ее нету. Мы сами боремся за это дело. Мы не продаем ее. На столе картошка, да, нам так приносят сколько. И морковка, и полоть надо. А кто же за нами будет ухаживать? Еще вроде бы паразитами должны быть. Это никуда не годится. Поэтому всякому труду надо приготовить ребенка. А если он не приготовился? А то ладно, дочка, спи, выйдешь замуж, там не поспишь. Но она и вышла замуж. Вареном встать не может. Как будто так и ищет, а загревает. Да, всему надо учиться сейчас. Маленький рассказик есть такое. И люди бывают честные. Очень даже. Один вышел и продает осла. А другой подошел, там взрослый. Там мальчишка совсем. Я не знаю, может быть, лет 7-8. Но на день без отца. Подошел, человек с ним стал говорить. А оказалось, что мальчишка еврей. И подошел еврей. А еврей, еврей, это не сразу обманет. Он говорит, а склад чего продаешь? Он сильный, говорит, очень сильный. Но и он вредный такой. Он говорит, если сзади зайдешь, он может лягнуть. А иногда, говорит, запрягаешь, он кусается. Ну, разве с такой маркой продаж? Он понял, что честно, посоленок. Ребенок, посол сказать нельзя. Ну, ребенок, это одно и то же слово. И он говорит, упрямый, упрямый. Говорит, если я думал, лезь, он ляжет. А ты не заходи туда грязно, он лежит на тебя, смотрит. Такое понятие, но вредное. Он тогда, где живешь? Пошел туда, узнал. А надо, а я взял его, как называется, корабль за мной, тащить за собой на абордаж. Ну, такое. Пираты это делали. И он стал о нем заботиться. И это будет в дальнейшем Епифании Кирсике. Епифании. Епифании. 102 года, кажется, жил. Святой. Это в маленьком уже было вот это заметно. Это рассказ есть такой, как один корову. Дед корову подавал, корова не нужна. Корова? Кому корова? Ей уже лет 15. 15-й, ты какая там корова? Ты же старуха. Что с ним задоешь-то? А ученик идет, пионер, подошел. Дед, да, раз так торгует. И стал говорить, корова, вот, не вынешь за день, уставит рука. Один покупатель идет, другой. А дед послушал, говорит, такая корова. Мне самому нужна. Завернулся и повел домой. Как подать? Как сказать? Рассказы все это показывают. Быть честным. Нам не надо прибавлять. Это в виде насмешки уже такие рассказы дают. Умеет сказать. Здесь умеют сохранить тайну. А бывает так, друг о друге разговаривают. Нехорошие выносят. Уже группа какая-то, вот, в детских лагерях везде его знают. Везде, везде группа. Это в армии тоже. Он здоровый парень. Только пришел. Еще не слушал моему. Сразу видно, что он двоймерцы. Его старички к себе. И теперь у молодежи маску все отбирают. Он приехал, когда сюда, а у нас там было масло в 4 порции. То есть они держат страхи этих всех. Но у них там в чеченцах не было. Они бы им прочистили зубы. Этот человек еще не знает, что дальше будет из этого. Но не похвалить сегодня мог. Как они дедовщину там устроили. Этот человек здесь потеряет и был. Естественно, мы ему сказали. А дальше что? Срок? По-другому. Срок. Первый откроет свои ворота для него. По-другому делу совсем. Вьетнамцы были здесь, работали. Покупали. На заработке там ванны, чашку. Ничего нет. И они их грабили. Наконец-то толкнулись, пошли в магазин. А там их и сапали. Это никуда не уйдет. Человек, который совершил грех, убийство, он на смерти будет бегать. Все время боится. А который так, он увидел милиционер, я сейчас выйду, поздороваюсь с ним. К нам милиция, эта полиция хорошо относится. Ну, просто дружески. Ну, вас не обижают. Сначала к уголовного розыска, раза три за лето приедет. Тут никто ничего. Ну, было своровали. Ну, мы там разберемся, его там арестовали. И прочее. А то милиция, менты, мы никогда так не говорим. Почему? Бог так делает. Может быть, они такие и есть, как говорят, но к нам относятся хорошо. Понимаешь как? И с тобой так же будут относиться люди. Тимоша, а ты понимаешь, о чем мы говорим? Не все, да? Не все, помню. Так, я дебилу. Расскажи ему потом по-своему, на его уровне, чтобы понятно. А ты, Лев, понимаешь, о чем мы говорим? Ну, маму спросим. Вот она стоит. Скажет, как это было, что. Я сейчас по порядку буду говорить. А ты-то, загуляя, поняв? Мама говорит. А ты поняв? А тебя не касается, чтобы идти сказать, что ты тоже грубил? Никому не грубил? Ну, смотри. Знаете, это еще свинок, святок. У нас на лавочке сидят. Ну, все, тогда будем готовиться к обеду. Занимайтесь обедом.